Ранее мы могли предложить человеку только терапию, направленную на предотвращение роста тромба. То есть тромб сформировался. Мы назначали специальные препараты для разжижения крови, антикоагулянты, которые сдерживали дальнейший рост тромба. В дальнейшем природа все сама по себе делала. При таком лечении проходимость вен не всегда восстанавливалась. Способ, который сейчас внедряет сосудистый хирург, катетер, управляемый тромболизец, намного эффективнее. Под контролем УЗИ ставится специальный интродьюсер вену, через который в дальнейшем заводится катетер с множеством боковых отверстий. В дальнейшем через этот катетер подается вещество фибринолитик, которое непосредственно растворяет тромб. Первый пациент, которого прооперировали по-новому в 4-й ЦГБ, мужчина 67 лет. Он поступил с тромбозом бедренный и подвздошный вен с отеком бедра. Его недели мучили боли. После операции уже на следующий день отек спал. А спустя два дня оказалось, что участок вены, где был тромб, полностью восстановился. Данные мировые приводят в высокую эффективность данных операций порядка 70-90%. При этом большой плюс – большое терапевтическое окно. То есть человек может попасть не обязательно в день заболевания, а до двух недель. Такие операции в 4-й ЦГБ проводит пока только один специалист. Но вскоре этот метод освоят все хирурги. Около сотни операций, считает Никита Евгеньевич, смогут выполнить уже в этом году. Востребованность же гораздо больше – около 500 в год и только по Тагилу. Продолжение следует... Продолжение следует...